В общем, это явный намек на то, что надо окуньей ловить. Я все больше печеньку хотел поднять. Ой, и по моим ункам, по моим ункам уже шарится. Всем привет, хороший день рыбалки. Сегодня я решил посетить местечко, где я осенью ловил прям замечательно щуку. Точнее, как осенью. Чуть-чуть больше недели назад это было. Пуглевала здесь тогда очень крупная щука. Прям пятерый, четверый, прям вообще зачетно. И вот сегодня я буду уже ловить здесь на жерлице. Буду пробовать на балансиры, также без мотылки. Ну и судя из названия, я думаю, понятно, на что сегодня я буду ловить. Так вот, сегодня я не один с Робом, с Гошей и с Вадом. Ну, надеюсь, вам будет интересно. Погнали. Так, ну все, мы на месте. Еле вышли сюда, я уже не ставил камеру, потому что было темно. Сейчас будем жерлицы выставлять. Для начала нужно вымереть глубину. Насколько помню, здесь должно быть метра два, наверное. Пришлось мне карася докупить. Как живец не очень, но придется добавлять. И ставим первую. Сюда мы поставим окуня. И там у меня еще где-то были плотвички. Вперед, принеси мне большую щуку сегодня. Ну все, выставились. Он мужиков стрельнуло, показал я. Интересно, что поймал. А, он поймал щучку. Ну небольшая. Где-то в районе грамм 800. Вот так. Чужой смотрю, себе не вижу. Ратлина. Почему я еще хочу поставить сюда ратлины? Потому что, я помню, размер щуки здесь хороший. И давай попробуем вот эту пузатика. Эвер Гринбас Дей. Кстати, обалден на него летом вовьем. Прямо обалденешь. Очень шумящий ратлин. У него понятия не имею, вообще он вовит зимой хоть что-то или нет. Хочется, конечно. Посмотрим. Смотрите. Щука-щука-щука. Щука-щука. Роб заметил. Ну давай. Остановишься? Мимо. Да. Обидно. Ладно. Я не знаю, кто тут был. Я куньки у меня. И флотва, и карасик. Ну хорошо крутил. Но это на самом деле уже очень радует. Потому что было некое сомнение. В плане того, что стоит ли здесь щука. Первый выстрел. Я воодушевлен. Жалко только холостые. Вон летят. Два ворона. Маклевать не хочет. Ни на балансиры, ни на жервицы. Но я думаю, приходится перейти на безмотылку. Это уже беспроигрышный вариант. О, он крутит врубок. Давай, сделай мне контент. Есть? Да. Как? По размеру? Некрупная. Это лук. Не, ну, лук, конечно, хороший. Но куда ты лезешь? Да. А я говорил, что здесь хороший лук. В общем, это явный намек на то, что надо окунелой пытаться. Поставлю свою любимую безмотылку. Это вот такой вот сырный кубик. Зеленый столбик. И будем искать. Чем еще преимущество безмотылки? Точно так же, как и балансир. Как правило, на первые три, четыре, пять взмахов садится. Если нет ничего, сразу же меняем. Ищем дальше. Ищем сместились вообще подальше. Ну, жерлицы вроде наши видно. Вроде нормально. О, есть. Первый. В общем, тут такое дело. Я думаю, что я снимаю. Вот. Поймал два окунька. Он у меня выстрел. Ти-ти-ти-ти. И с окунями пошел. Нет, мой. О, крутит, есть. И рыбанец. Сперли. Да. Сразу. Не крупный, но, кстати, приятный. Где он есть, он сразу берет. Что хорошо. За что я, кстати, люблю окуня. Ну, зато я вдоволь себе на завтра я думаю, наловлю живцов. Главное, найти бы еще покрупнее. И цены. О. О. Рог. А я только говорю, закрупнее. Вот это я понимаю. Это наш размер. Живец. Живец. Тут сразу вот сидел. Отфигеть. Просто напускание. Ему и храника не надо было. Все. Три сумки закончились. Походу, надо дальше искать. Есть. Рыб есть. Снова. Эх, отвалился. Ну, паук покрупнее было что-то. Глубина получается здесь да везде плюс-минус одинаковая. Полтора метра. И вот что-то его здесь держит. Только не пойму, что. Потому что мы там все избегали. Просто никого в камеру не видели. А тут, как сказали, вроде полавливали. Ну, как видно, не в каждой лунке клюет. Будем искать дальше. Ух ты. Вот этот оборвал мне. Вот это да. Про шикарную окунь. Так, а где моя без мотылка? Кайф. А леску, походу, не знаю, наверное, надо мне менять. Вот таких бы я половил бы еще в количестве. Самое интересное, сколько мы сейчас мы не ищем камеры. Вообще никого не вижу. Просто сколько не опускаю, везде пусто. Это говорит о чем? Либо она в толще, или пугается камера. Одно из двух. Скорее всего, в толще. Где я просто... Я-то у дна смотрю, чтобы привязываться к... Ну, чтобы вас привязывать к чему-то. А тут... Пусто. Ну, я думаю, еще сегодня кого-то поймаю, потому что окунь клюет действительно хороший. Просто его надо найти. Хорошенько постараться. 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 Время обед. 12 часов дня. Значит перекус на сегодня у меня. Хлеб, сало. Как раз зимний походный набор. И лук, самое главное. Не настолько близко. Подходи. Я все больше печеньку хотел поднять. Умер за печеньку. Да, это была бы нелепая смерть. Есть. Наныли. Это живец. Блин, а. Нет. Живец крупненький, а живец там. А, выстрел. Как раз возьмем его. И побежим. Крутип-то как. Чуть напал. Есть. О-о-о. Наконец-то. У-у-у. Дождался. Как же я долго тебя ждал. Кстати, на большого окуня взяла. Такое, наверное. Сколько? Сокивушница. Кило 100, кило 200. Ну, кило 200 загнул. Но кило 100. Железная есть. Красавица. Я просто уже испереживался, что если я не поймаю, все будет зря. Но она взяла. Кайф. Ее возьму, кстати. Есть. Хороший. Вот таких приятно ловить. Таких и покрупнее. И опять же, по-моему, на десятую лунку и только нашел его. Приходится очень много ходить, искать. И роб там, кстати, побежал. Там в загар у него был. Честно, я уже сюда, уже хочу приехать чисто по окуню. Так, выставить, жарится. И гонять чисто окуней ловить. Вон тоже интересный момент. Прям видно, что выход у роба стрельного, он побежал. Чего бы у меня об стрельного пацаны к небу. Есть. Нормально. Собираем. И по моим ункам, по моим ункам уже шарится. Причем не тронутым. Да, девственные. Высоко. Даже очень высоко. Снова. Ну, это пока. Чего? Я видел. Тут сидело, оказывается. И не выстрелило. Примерзло. Уже начал собирать просто. Примерзло. Примерзло. Примерзло, поэтому выстрела не было. Ну, вот и все. К сожалению, рыбалка закончена. Что по итогу сегодня? Ну, поймал, в принципе, нормальное количество. В принципе, очень хороший размер окуня. Но хотелось бы, конечно, побольше. И самое главное, хоть напоследок, хоть одна щука клюнула. Хоть не сильно крупного размера, какой я хотел, но я и такой, на самом деле, счастлив. Но зато хоть живца еще хоть немного хоть подловили, я думаю, на завтра мне хватит. Ну, может, там, кстати, еще Роб со мной поедет. Там, думаю, будет интересно. Ну, я надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова